Достичь нужных показателей и улучшить уровень обслуживания населения. В мэрии Самары под руководством главы города Елены Лапушкиной состоялась рабочая встреча с руководителями медицинских учреждений. Промерзание почвы больше обычного, повышенное содержание воды в снежном покрове. Метеорологи объяснили причину весеннего подтопления. Чем румянее выпечка, тем удачливее год. В Самаре отметили народный праздник жаворонки, испекли весенних птиц из теста и вспомнили о традициях и приметах, которые связаны с этим днем. В Самарской области ведется постоянная работа по оценке угроз информационного воздействия, в том числе с использованием средств массовой информации и сети интернет. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров в рамках совещания с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Глава региона подчеркнул, что специалисты отслеживают не только существующие, но и потенциальные риски. Информационные ресурсы периодически подвергаются хакерским атакам. По мнению Дмитрия Азарова, нужно повышать ответственность владельцев публичных страниц. Антигосударственный контент выявляем и очень быстро блокируем сайты, на которых он размещается. Тем не менее, сложности здесь есть, на мой взгляд, в том числе недостаточная урегулированность законодательства. Я этот вопрос сегодня поднимал. Считаю, что должна быть повышена ответственность владельцев публичных страниц за информацию, в том числе комментарии. Думаю, что дополнительное регулирование этого аспекта позволило бы нам более эффективно справляться с задачами по недопущению распространения фейковой либо антигосударственной информации в социальной сети. Достичь поставленных целей и способствовать сбережению здоровья населения. В мэрии Самары под руководством главы города Елены Лапушкиной состоялась рабочая встреча с руководителями медицинских учреждений. Участники «Круглого стола» подвели итоги реализации инициированного президентом России национального проекта «Здравоохранение» за 2022 год и поделились планами на 2023. О показателях, которых достиг город в прошлом году по одному из главных нацпроектов – репортаж Ольги Павловой. Оптимизация работы медицинских организаций и компаний по иммунизации населения – программа, направленная на укомплектованность врачами медицинских учреждений. В 2022 году работа по национальному проекту «Здравоохранение» велась в Самаре по нескольким направлениям и оценивалась по восьми показателям, одним из которых является информирование граждан о вакцинации, профилактике заболеваний, популяризации здорового образа жизни. По прогнозам, исходя из результатов работы в прошлом году, положительная динамика сохранится и в 2023. Тем не менее, поставлена задача усилить информационную кампанию о необходимости прохождения диспансеризации и вакцинопрофилактики. Соответствующие материалы будут размещены на сайтах администрации города, внутригородских районов, в социальных сетях и в СМИ. Одним словом, будет сделано все для того, чтобы в максимально доступной и понятной форме разъяснить преимущества иммунизации для сохранения здоровья граждан. Планируется размещение не менее двух тысяч информационных материалов. По вопросам подготовки информационных материалов, проведения встреч с отдельными категориями гражданами, администрация города заключена соглашение о взаимодействии с Самарским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики. Активно в 2022 году велась работа по укомплектованности медицинских учреждений врачами. Для исполнения этого показателя реализуется программа сохранения и укрепления общественного здоровья на территории городского округа Самара на 2020-2024 годы, в соответствии с которой врачам поликлинического звена и медицинским сестрам предоставляются дополнительные меры поддержки. В 2022 году дополнительными мерами поддержки предоставлено 233 врачам и 25 средним медицинским работникам. С целью привлечения медицинских кадров для работы в государственных учреждениях здравоохранения с 2022 года внесены изменения в условия предоставления компенсационной выплаты за наем жилья помещения путем охвата всех территорий города. Это значит, что теперь обратиться за компенсационной выплатой могут врачи, которые снимают жилье на территории города. Отдельная мера поддержки оказывается и студентам в виде ежемесячной выплаты в размере 1000 рублей. В прошлом году деньги получили 194 студента. В 2023 их число увеличится до 250. Глава города Елена Лапушкина на рабочей встрече с руководителями медицинских учреждений отметила, что в этом году необходимо не только достичь нужных показателей, но и улучшить обслуживание населения. Я думаю, не надо мне вас убеждать о значимости этого проекта для населения. У нас с вами абсолютно разные задачи, но цель, к счастью, у нас одна. Достичь показателей и, конечно, улучшить обслуживание нашего населения. В 2023 году работа по реализации нацпроекта здравоохранения продолжится по всем существующим направлениям. Ольга Павлова, Константин Головин, События. Граница между новым и традиционным. На заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки рассмотрели ряд вопросов, касающихся преображения исторического центра города. Подробности расскажет Александра Гусева. В Самарской городской думе состоялось первое в этом году заседание комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки. На встрече было вынесено решение относительно строительства как небольших объектов, так и крупных многоэтажек. Особое внимание уделялось постройкам социальной и культурной значимости. На заседании обсудили ряд вопросов, касающихся застройки территории исторического поселения. Рассмотрели заявления, поступившие от застройщиков по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, а именно изменения этажности зданий в сторону их увеличения. По историческому поселению, мое мнение, оно однозначное, то есть в рамках существующей, которые сейчас есть, эти метражи, поэтому в рамках этого и продолжать строить историческая часть города, она все-таки низкоэтажная. Историческую часть города давайте все-таки сохранять, уходить от многоэтажных застроек. Сейчас в Самаре продолжается работа по формированию всей необходимой нормативной базы, регламентирующей историческое поселение. Администрация города выступит заказчиком разработки и концепции развития исторического поселения. Мы сейчас находимся на стадии отработки технического задания, оно у нас практически уже готово. В ближайшее время администрации города будет объявлен открытый конкурс на разработку концепции устойчивого развития исторического поселения. После обсуждения вопроса комиссия приняла решение рекомендовать главе города Самара отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид, так как земельные участки находятся в значимой исторической части города. Отметим, составление плана грамотного развития исторической части города – непростая задача. Важно не только заложить основу развития общегородского центра, но и сохранить культурное наследие. Александра Гусева, Константин Головин. События. В Самаре начался гарантийный осмотр дорог, отремонтированных в рамках национального проекта. Представители заказчика и подрядчика выезжают на места и производят замеры. Всего до начала мая специалисты проверят более 150 объектов. Выявленные дефекты подрядчик будет обязан устранить. Подробности у Светланы Тимофеевой. На улице Самары вышел дорожный патруль. С наступлением тепла специалисты в куртках с символикой нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начали гарантийный осмотр объектов, где в прошлом году и ранее в рамках нацпроекта был сделан ремонт. Происходит обследование как покрытия проезжей части, так и люков смотровых и дождеприемных колодцев. На наличии каких-то дефектов – это либо разрушение отхода бетонного покрытия, либо просадка смотровых и дождеприемных колодцев. На объекты выезжают представители и заказчика ремонта – это администрация областного центра и подрядная организация. Сегодня специалисты работали на улице Дачной. В прошлом году на участке от Чернореченской до Московского шоссе на средства нацпроекта отремонтировали проезжую часть на площади 5,5 тысяч квадратных метров. Дорожное полотно обновили, используя высокопрочную щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь «ЩМА-16». Поэтому гарантия составляет 5 лет. Также заменили люки смотровых и дождеприемных колодцев. В районе пересечения улиц Коммунистической и Дачной восстановили парковочные места. Делаем промеры рейкой трехметровой дорожной, с щупом, выявляем просветы, если данные есть. В общем, состояние неплохое, все сохранилось, какие-то небольшие дефекты выявляются, мы постараемся сразу же устранить. В случае обнаружения дефектов, описание которых включается в акт осмотра, подрядчик обязан устранить их за свой счет. Подрядная организация в рамках муниципального контракта должна в течение 20 дней после получения данного акта выполнить все эти замечания за свой счет в рамках гарантийных обязательств. После получения письма. Но подрядная организация, понимая всю серьезность федерального проекта, а также выполнение своих работ, данные дефекты устраняет в течение 3-4 дней. По итогам проверки на улице Дачной выявлена небольшая просадка на люке смотрового колодца. Подрядчик намерен открыть люк и осмотреть локацию, чтобы разобраться с причиной образования дефекта. Если обнаружатся утечки на инженерных сетях, в адрес собственника коммуникаций отправят письмо. На сегодняшний день в областном центре на гарантии находятся более 150 объектов. Это дороги, на которых в рамках нацпроекта был сделан карточный, комплексный и капитальный ремонт. Специалисты осмотрят их до 1 мая. До 15 мая все выявленные дефекты планируются устранить. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Специалисты метростроя продолжают монтировать тоннель-проходческий комплекс на дне стартового котлована на Галактионовской. Комплекс пробурит тоннель от исторической части города в сторону станции метро Алабинская. Протяженность сооружения составляет 88 метров. Под давлением лезвий ротора вытесняют грунт. Его в дальнейшем башенным краном поднимут на поверхность в грунтоприемник. А оттуда породу будут вывозить самосвалами на полигон. Сборку комплекса планируют закончить к 15 апреля. Старт на разработку грунта будет дан после необходимых проверок и регистрации объекта в Ростехнадзоре. Как отметили специалисты, грунт в зоне метростроя и дальше достаточно податлив. Поэтому комплекс может выйти на проектную скорость 200-250 метров в месяц. К доставке и установке тоннеля проходческого комплекса готовят и площадку на пересечении улиц Полевой и Новосадовой. Здесь специалисты заняты разработкой стартового котлована. Станция метро «Театральная» свяжет удаленные районы с историческим центром Самары. После ввода станции в эксплуатацию на 15% увеличится пассажиропоток, а интервалы движения поездов сократятся до 7-8 минут. Муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» готовит свои ресурсы. Так, в этом году продолжится капремонт вагонов. Парк обновили уже более чем наполовину. Запланировали дополнительный набор и обучение машинистов. Это очень удобно, конечно, видеть транспорты. Особенно, когда неблагоприятные погодные условия. А метро – это всепогодный транспорт. Спустился и куда угодно проехал. Большой плюс, конечно, для театралов, которые могут без проблем доехать до нашего театра и прекрасно провести время. Простились с легендой. В Самаре на сотом году жизни ушла участник Великой Отечественной войны Зинаида Федоровна Шкуратова. В начале войны 17-летней девушкой она пришла добровольцем в военкомат, откуда была направлена на курсы медицинских сестер. Вскоре вместе со своей частью оказалась на Курской дуге. Вытаскивала раненых из самого пекла. Победу старшина медицинской службы Шкуратова встретила в поверженном Берлине. На обгорелой стене Рейхстага осколком снаряда она оставила автограф. Старшина Шкуратова с Волги. Среди ее наград орден Красной Звезды, орден Отечественной войны, медали за отвагу, за боевые заслуги. После окончания войны Зинаида Шкуратова работала во вневедомственной охране. Уже на пенсии она активно делилась своим жизненным опытом с молодыми поколениями стражей правопорядка. До последних минут своей жизни сохраняла бодрость, духа и оптимизм. Зинаиду Федоровну с воинскими почестями в последний путь проводили сотрудники и военнослужащие Росгвардии. Далее, коротко о других событиях дня. В Самаре в суд направили уголовное дело по обвинению местного жителя в хищении сбережений с банковских карт пенсионеров. В отдел полиции по промышленному району обратилась местная жительница 1958 года рождения, которая обнаружила, что с карты списали 7 тысяч рублей за покупки, которые она не совершала. Правоохранители выяснили, что пенсионерка выронила карту у банкомата. По камерам установили предполагаемого преступника. Им оказался местный житель 1986 года рождения, ранее обвинявшийся в краже телефона. Далее вскрылось еще несколько подобных фактов. Подозреваемый специально следил за пожилыми людьми у банкоматов, торопил их, а сам подсматривал пин-код. Уголовные дела объединили и направили в суд, а злоумышленника взяли под стражу. В Самарской области полицейские и общественники ведут работу по профилактике кибермошенничества. В рамках школы безопасности для пенсионеров пожилым людям рассказывают, как обезопасить себя от злоумышленников. Например, в Сызрани, Жигулевске, Приволжском, Клявленском и Хворостянском районах сотрудники полиции и общественники при территориальных ОВД встретились с пенсионерами в комплексных центрах социального обслуживания населения и домах престарелых и рассказали о наиболее распространенных схемах обмана. Это звонки от якобы работников банка и сотрудников силовых структур, предложения несуществующих компенсаций и выплат, сообщения от мнимых родственников, просящих о материальной помощи. Пожилым людям посоветовали в подобных ситуациях незамедлительно прекратить разговор, а также никогда не передавать неизвестным свои персональные данные, реквизиты банковских карт и коды, приходящие на телефон. В большинстве районов Самарской области еще лежит снег, а пожарные подразделения уже начали выезжать на ликвидацию полов сухой травы. На днях уже зафиксировали один такой пожар в Шигонском районе. Его удалось оперативно ликвидировать. Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона отказаться от практики преднамеренного выжигания сухой травы, а при возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по единому телефону пожарных и спасателей. Почему малоснежная зима привела к подтоплениям? Каких погодных сюрпризов ждать от марта? И когда растает снег? И наступило ли всемирное потепление? Об этом рассказал Вячеслав Демин, начальник отдела метеорологии Гидрометцентра. Подробности в нашем следующем материале. С течения обстоятельств, так комментируют сотрудники Гидрометцентра, весенний паводок. Потеплело в этом году раньше обычного. Внезапно снег начал стремительно таять. При этом осенью его долго не было, что и привело к сложившейся ситуации. По словам синоптиков, подтопление в этом году связано с тем, что почва промерзла слишком сильно и не способна быстро впитать талые воды. При норме в 79 сантиметров она промерзла до 89. При этом максимальные запасы воды в снежном покрове в этом году в бассейнах рек составляли от 46 до 112 процентов от нормы. Как и результат, уровень воды весной в реках поднялся выше обычного. На реках области наблюдались подъемы уровня воды 10-14 марта, значит, от 18 до 24 дней раньше средних многолетних дат. По словам синоптиков, всемирное потепление действительно наступило. Причем на территории России оно происходит более быстрыми темпами. Если на планете средняя температура воздуха повысилась на 1,5-2 градуса, то в России примерно на 3, а Самара и вовсе город-курорт. Для Самары норма определяется 30-летиями. Вот последние нормы, зафиксированные для Российской Федерации, да и не только российская, во всем мире такая норма климатическая принята, она, значит, с 1990 по 2020 год, вот это 30-летие. Так вот, в Самаре эта норма сейчас составляет плюс 6 градусов. Конец марта также порадуется марцев высокими для этого периода температурами. В ближайшие 2-3 дня ночью будет минус 3-2, днем от 7 до 13 градусов тепла. 25 марта ожидается небольшой дождь, 26-27 без осадков, ночью плюс 2, плюс 7, днем до плюс 15, что на 8 градусов выше нормы. Снег в течение недели почти везде растает, а вот почва прогреется неделю через две. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. 22 марта православные верующие чествуют память 40 мучеников севастийских христиан-воинов, которые погибли за веру. В этот день в храмах проводится служба, где ставят 40 свечей и совершают 40 поклонов. По народному календарю в этот же день отмечают День Жаворонков, праздник встречи весны. Наши предки считали, что именно с прилетом этих птиц в родные края приходит тепло. А чтобы весна не задерживалась, было принято выпекать птичек из теста. Как этот праздник отметили в Самарском зоопарке, увидела Ксения Баканова. В Самарском зоопарке призывают весну. Старинный славянский праздник жаворонки на Руси отмечали с особым размахом. Наши предки верили, птички на своих крыльях приносят теплую погоду. А чтобы весна не задерживалась, пекли жаворонков. Эту традицию соблюдают и сегодня. Семилетняя Амина Рзаева в зоопарк обычно приходит посмотреть на животных. А в этот раз пробует себя в роли настоящего повара. Пока делала птичку из теста, уже придумала имя. Мне больше всего понравилось делать животное. Я назвала своего жаворонка весенняя солнечная птичка. Праздник в Самарском зоопарке устраивают ежегодно. Это уже стало доброй традицией. Для юных гостей приготовили игры и познавательные рассказы о пернатах. Такой интерактив для ребят только на пользу, отмечают родители. Ребенок у меня остался в восторге от мастер-класса по жаворонку. И в таком чудесном месте, потому что не всегда получается плететь в Самарский зоопарк. Здесь очень много и животных, и сплочения, и информация для ребенка, мне кажется, довольно-таки хорошая. Жаворонки – первые птицы, которые возвращаются с юга в родные края. Жаворонки прилетели к нам в область примерно неделю тому назад. То есть весна с этой точки зрения наступила. И что интересно, что та мелодия, которую все мы знаем по передаче «В мире животных», на написании этой мелодии, на названии своей мелодии – это жаворона. И когда-то, когда ее придумал Коль Мариа, известный французский композитор, он вдохновился именно песней полевого жаворонка. Их можно встретить в лесах и на лугах. За ологи говорят, у этих пернатых есть потрясающий талант – умение петь. В Самарской области можно встретить шесть видов жаворонков. Это не очень приметные птички, чаще всего яркая окраска у них, зато у них очень красивые, приятные песни. И если вы будете выезжать на природу, то ранней весной на полях можно услышать именно песню жаворонка. Для того, чтобы сделать выпечку в форме жаворонка, сначала раскатываем тесто в жгутик. Теперь мы жгутик завязываем в узелок. С одной стороны у нас получается голова птички, а с другой стороны – хвостик. Далее мы хвостик надрезаем. А голову украшаем гречкой. Вот такой жаворонок у нас получился. Теперь можно смело встречать весну. Чем румянее получится выпечка, тем удачливее будет год, верили наши предки. Сегодня свежеиспеченные жаворонки достались не только посетителям, но и обитателям зоопарка. Задабривать животных – еще одна добрая традиция в зоопарке, чтобы ускорить приход весны. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События. Баскетболисты Самары не смогли попасть в плей-офф в первом сезоне в Единой Лиге. Самарцы в решающей встрече регулярного чемпионата дома уступили главному конкуренту – Саратовскому «Автодору». Об этом и в других новостях в нашей спортивной рубрике. Баскетболисты Самары провели предпоследний матч регулярного чемпионата Единой Лиги. На домашнем паркете самарцы принимали Саратовский «Автодор» – прямого конкурента за восьмое место в турнирной таблице, которая дает право на выход в плей-офф. Начало этого важнейшего матча Самара провалила. В какой-то момент гости вели в счете с разницей в 24 очка. После перерыва самарцы смогли переломить ход встречи и даже вышли вперед, но на концовку матча сил не хватило. 83-87 – поражение Самары, которое лишилось шансов попасть в плей-офф в своем первом сезоне в Единой Лиге. До 31 марта Совет директоров континентальной хоккейной лиги вынесет окончательный вердикт о том, войдет ли хоккейный клуб «Лада» в элиту российского хоккея. Руководство клуба проделало большую работу над ошибками, из-за которых пять лет назад «Ладу» выставили из КХЛ. Теперь клубу необходим положительный вердикт к правлению лиги. Состав участников чемпионата КХЛ предстоящего сезона ежегодно определяется и утверждается на заседании Совета директоров КХЛ, которое состоится до конца месяца. Воскресенье 26 марта в Самаре состоится очный этап областной акции по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни «Единый день ГТО». Мероприятие пройдет в МТЛ-арене. Участники акции – дошкольники в возрасте 6-7 лет, которые относятся к первой возрастной ступени комплекса ГТО. Дошкольники сразятся в выполнении многоборья ГТО – челночный бег, подтягивания на низкой перекладине, наклон, поднимание туловища, прыжок в длину, метание мяча в цель. Затем команды посоревнуются в эстафете полоса препятствий ГТО. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «По политике, работе со школьными СМИ и по формированию медиа-центров», сообщает телеграм-канал администрации города Вести с Дворянской. Лекторий проходит в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости». 22-24 марта площадкой для проведения станет Технопарк универсальных педагогических компетенций Самарского государственного социально-педагогического университета. А 23 числа – исторический парк России «Моя история». Федеральный спикер, член экспертного совета комиссии Госсовета по направлению молодежная политика Вячеслав Завалин. До 20 апреля в Самарской области проходит всероссийский эко-марафон «Переработка. Сдай макулатуру, спаси дерево». К участию приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и региона. Необходимо собрать ненужную макулатуру более 300 килограммов и оставить заявку на официальном сайте сдайбумагу.рф. Вторичной переработке подлежат глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага, бумажная упаковка, книги, не представляющие литературные ценности. Вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании-переработчика согласно расписанию акции, информирует телеграм-канал администрации Советского района. В рамках празднования Дня космонавтики в Самаре пройдет конкурс творческих работ «Покоряем космос». Основной целью является расширение знаний участников в области космонавтики, воспитание патриотических чувств, гордости за достижения страны в области изучения космоса, привлечения внимания к празднованию Дня космонавтики, эстетическое воспитание и развитие детей, вовлечение их в занятия художественным творчеством. Конкурс проводится с 27 марта по 10 апреля. Подробности можно узнать в телеграм-канале администрации Самарского района. На этом выпуск завершен. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова